В эфире телеканала БАИ информационная программа в студии Наталья Литвиненко. Здравствуйте! Сегодня о выпуске. В День здоровья жители Лобинского района получили консультации врачей и прошли медицинское обследование. Пожарные проверили действия школьников при возгорании. В средней школе номер один прошла тренировочная эвакуация. Депутаты районного совета проверили 68-ю сессию. На этом заседании они внесли изменения в бюджет и обсудили индикативный план развития. На Кубани в декабре пройдет крупнейшая профилактическая акция. 400 специальных комиссий обойдут 30 тысяч семей в целях недопущения пожаров и гибели детей. Именно этой страшной теме было посвящено заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации края. Провела его вице-губернатор Кубани Галина Золина. В нем приняли участие не только ведомства социального блока, но также руководители МЧС и правоохранительных органов. Всем им предстоит обойти тысячи кубанских семей, в их числе многодетные и семьи, где есть приемные дети или мамы одни воспитывают малышей. А в рамках плановой проверки соблюдения правил пожарной безопасности в первой школе прошла учебная эвакуация. Подробнее готовности к возможным ЧС расскажет Екатерина Клименко. После сигнала о возгорании пожарная бригада прибыла в считанные минуты. По легенде, условный очаг – котельная. Учащиеся первой школы, а это более 300 человек, покинули стены учебного заведения мгновенно. Несмотря на то, что эвакуация учащихся была условной, действия должны быть быстрыми и слаженными. Ведь никто не застрахован от чрезвычайной ситуации. Школьники с педагогами за три минуты эвакуировались на территорию стадиона. Сегодня была произведена эвакуация из зданий школы. Это очень важное мероприятие, потому что в настоящий момент очень часто происходят различные чрезвычайные ситуации. Да, есть недоработки, будем пересматривать инструкции, будем улучшать, уменьшать время эвакуации. Под каждый вид ЧАЭС нужно разрабатывать эвакуацию, поэтому мероприятие очень важное. Кроме того, оно проводится регулярно. Из здания школы за территорию учреждения было эвакуировано 332 учащихся, время 3 минуты. Это не много, но и не мало. Такие учения в каждой школе проводятся регулярно, поэтому все дети хорошо знают, как правильно вести себя при возникновении пожара в школе. Если у нас в школе случится пожар, то я уже знаю, куда надо бежать и что делать. Данное мероприятие имеет действительно большое значение, потому как при возникновении каких-либо ситуаций дети будут готовы, и также будут готовы сотрудники и учителя. Поэтому очень важна роль таких мероприятий. Дети оказались в немного нестандартной ситуации, но, по-моему, чувствовали они себя замечательно, они были достаточно подготовлены. В общем, в принципе, я думаю, что все прошло на уровне. Завершилось мероприятие анализированием. В ходе беседы с учителями обсудили мелкие недочеты, выявленные во время тренировочной эвакуации. Вопросы изменения бюджета, выполнения и дикативного плана, социально-экономического развития района и еще ряд тем обсудили депутаты Совета района. На повестку дня 68-й сессии было вынесено семь вопросов. В первую очередь депутаты района обсудили внесение изменений в решение Совета о местном бюджете на 2014 год и на плановый период. В ходе работы заседания большое внимание народные избранники уделили реализации программы социально-экономического развития муниципального образования до 2017 года. По этому вопросу выступила начальник управления экономического развития. В своем выступлении Галина Цымбал отметила, в 2013 году наш район по темпам роста основных экономических показателей занял второе место и одиннадцатое место среди 44 муниципальных образований края. Выслушав отчет, депутаты приняли решение ежегодно проводить мониторинг программы развития района, а также активизировать работу по выполнению намеченной программы. Также на 68-й сессии депутаты говорили о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг. На этом же заседании был согласован перечень имущества муниципальной собственности, которую передадут в поселение района. Более полутора тысяч лобинцев и гостей города стали участниками Дня здоровья, который состоялся в минувшую субботу в преддверии Дня борьбы со СПИДом. Присутствующие смогли не только получить консультацию муниципальных и краевых специалистов, но и пройти диагностическое обследование. Подробнее в сюжете Татьяны Честовой. Для лобинского населения уже не в новинку быть участником таких акций, как кардиодесант, 5 миллионов здоровых сердец, онкопатруль, День здоровья. Проводятся они в рамках губернаторской стратегии «Будьте здоровы». На этот раз перед днем борьбы со СПИДом в самом центре Лобинска без направлений и очередей можно было проверить состояние своего здоровья и тем самым предупредить появление многих проблем. На первые планы основным мероприятием сегодня выходит профилактика. Это профилактика здорового образа жизни, это профилактика отношения к себе, как человеку, как личности, дабы сохранить здоровье. Вот один из дней здоровья сегодня посвящен профилактике ВИЧ-инфекции. Но эти акции проходят практически ежемесячно в крае, еженедельно в районах. И раз в квартал или раз в год по району вот такие показательные, как сегодня. Все желающие могли получить консультацию у лобинских врачей. Терапевта, педиатра, эпидемиолога, инфекциониста, дерматолога и многих других. Также на День здоровья приехали специалисты из Краснодара и Армавира. Я из Московского района, я узнал, что сегодня в Лобинске проводится День здоровья. И специально приехали сюда с мамой, чтобы врач нас специально проконсультировал. Маме 81 год, благодаря специалистам, хорошим специалистам, Азармавира, чувствует она себя лучше. И мы благодарны городу Лобинску за то, что он проводит вот такую акцию. Для населения работал Центр здоровья Лобинской центральной районной больницы. На месте жители могли узнать индекс массы тела. Это поможет держать на контроле свой вес и предупредить такие заболевания, как ожирение или дистрофия. Любой участник акции мог измерить внутриглазное давление бесконтактным способом. Эта процедура не требует специальной подготовки. Делается современным аппаратом быстро и безболезненно. Также специалисты Центра здоровья напоминали населению, что после 40 лет осмотр у врача-офтальмолога нужно проходить регулярно. Одна из приоритетных задач, которые ставит Кубанское здравоохранение – профилактировать сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания. В этой связи в рамках Дня здоровья у населения района проверяли уровень холестерина в крови и глюкозы. Всего в этот день было проведено больше 500 консультаций и 800 обследований. Я просто услышала, что сегодня какое-то это будет. Думаю, я не знала даже. Слежу, люди идут, и я зашла сюда, думаю, ну вот в первую очередь попала на пробку. Думаю, проверю. У меня повышается иной раз сахар, поэтому мы проверим. Я без очереди и без ничего постояла чуть-чуть, две-три минуты и готова. Спасибо большое. Жительница Лобинска Валентина Шорохова попала на День здоровья случайно, но многие посетили мероприятие целенаправленно. Мы решили прийти с Центра детского технического творчества со всем коллективом, со всеми педагогами посетить это мероприятие, поучаствовать в этой акции. Хотела бы проверить глаза, а я смотрю, тут еще на кровь сдают, на сахар. Праздник здоровья в Лобинске не ограничился лечебными и диагностическими мероприятиями. В акции задействовали молодежь. Студентов среднеспециальных учебных заведений проинформировали о том, что такое вирусомонодефицита человека, какими способами передается и как избежать заражения. Для школьников подготовили спортивную программу, а для всех жителей и гостей города выступали творческие коллективы. Главная цель акции – привлечь внимание к своему здоровью. И организаторам это удалось. Татьяна Чистова, Игорь Исаков, телекомпания «Лоба». А сейчас с прогнозом погоды на среду нас познакомит Ирина Бирюкова. Я передаю ей слово. Ирина, какую погоду обещают синоптики 3 декабря? Облачно и без осадков. Такую погоду обещают синоптики 3 декабря. Компания «Окнопарк» дарит подарки. При заказе окна – телефон в подарок. Это все новости на сегодня. Всего доброго. До свидания. Получайте подарки к Новому году от компании «Окнопарк». При заказе металлопластиковых окон – телефон в подарок. Звоните 8-918-354-58-48.